поварят они спешат и ушами шевелят эриксон чик ты лазанью сделала новый повар сделала котлету практически как я сделала и повар наша витринка смотрите сколько народу пам-пам-пам-пам людей 0 умный 0 молодцы повара с макдональдса еду сейчас попробуем а вот это куриные наглядься такие они мани манипусинке ну их много хочу ничего вот это да вот это даже ли да даже летку вар варенде шутера так а сам антана ха че бельо ахин ммм ничего не вижу ничего не слышу ничего никому не скажу сейчас расскажу я вам действительно ничего не вижу в зеркала уже прилег ты когда машину помоешь а хорошо надо иногда солнышко заблестело теперь пробку потеряла так сейчас наведу шорох в машине поразливаю все еще заодно и полы помою так ладушки становитесь на место сейчас буду рассказывать так стой тетя это у кого пищит у меня вроде нет в общем вам же интересно как прошел день с новым коваром да мне бы тоже было интересно ну давайте все по порядку рассказ будет длинный приготовились слушать значит пришла Роберта ее зовут на работу ну правильно она пришла без десять и восемь утра я ее повела в раздевалку она переоделась все как положено ну и давай же знакомить где кухня где что лежит я начала дала ей повытирать стекла поставить сладости ну в общем смотрю ничего все нормально потом я говорю надо сделать а роста это рулеты мясные она говорит ну давай я сделаю она разложила мясо она как сыпанула туда чеснок я говорю я вообще того роста чеснок говорю не добавляю потому что знаешь у нас итальянцы и в основном все офисные работники она говорит ну сухой чеснок он не как свежий я говорю но нашим итальянцам он по шарабану все равно дает говорю постарайся ложить меньше конечно у каждого повара свои специи но я говорю мне в общем то без разницы какие-то специи будешь при нем ну в общем узарить применять главное чтобы народ это кушал главное чтобы мы это не выбрасывали в мусор поэтому рулет она свернула начала она его готовить хотела в духовке вот ну опять же у каждого есть свой способ приготовления я говорю знаешь в духовке это мясо будет сухое давай говорю в кастрюле в кастрюле этот рулет развернулся нам пришлось его достать опять свернуть сварить ну в общем что получилось увидим завтра потому что приготовленный сегодня он будет завтра нарезаться я надеюсь что он будет хороший потому что юшки практически не было у них а роста в основном они делают его суховатые я знаю что людям нравится макроватые я ни в коем разе не жалуюсь абсолютно нет просто у каждого свои подходы вот потом я начала делать полпетон она говорит давай я сделаю полпетон я говорю давай вот сделала точно так же как я все те же специи и все то есть это классика итальянская котлеты тоже мясо она порезала единственное что немножко человек вот с эрикой мы когда готовим там порезал мясо раз досточку отнес сразу на мойку и сразу же ее тут же помыл вот так тут оставалось все на столах и потом мы начали искать где у нас соль и где перец короче все было вот если ты берешь и сразу на место не ставишь но человек должен привыкнуть к кухне то конечно тебе потом накладно потому что мы же готовили сегодня в 6 рук то есть каждому нужны были практически те же специи пришлось их немножко искать потом еще приехал у меня курьер я пошла разгружать ну в общем все нормально вот потом пришел аву и принес ей контракт как она смотрит пятый разряд она говорит вообще-то у меня четвертый разряд повара говорит у эрики пятый разряд поэтому так как замена будет эрики поэтому тебе тот же разряд что и ей ну на этом сошлись потом она начала немножко рассказывать о своей жизни ну как повара она сойдет ребята но на раздаче конечно была задержка была задержка я думаю может человек должен просто привыкнуть потому что в разных столовых в разных заведениях все по-разному если больших столовых скажем так внизу налита вода горячая и стоят вот эти все противни на пару разогреваются то у нас всего две горячих поверхности все остальное холодное и каждую тарелку мы разогреваем микроволновки и каждую порцию пасты мы бросаем в воду на сковородку то есть как бы у нас как домашняя кухня вроде бы и ресторан быстрой еды и в то же время как домашняя кухня то есть надо нам немножко с нашими блюдами поиграться вот она это надо время навык лоукость рук вот это это ей придется конечно немножко извини девочка немножко научиться быстро ты потом порции были несоразмерными одну одному насыпь и двору вторую второму мало я говорю давай как-то порцию сразу уравновесим потому что если тут человек платит три евро пять пятьдесят четыре пятьдесят то порция приблизительно должна соответствовать потому что ты один день одному человеку сделаешь большую порцию на следующий день маленькую и это уже будут разговоры по за углами что а вот так насыпала тут так у всех должно быть все одинаково конечно с эрикой не сравнится даже я сравнению не иду с эрикой насколько быстро всем этим руководит эрика она обслуживает сразу три первых четыре вторых у меня например еще так не получается у роберты вообще так не получается хотя у нее стаж работы повара больше будем учиться я говорю ничего страшного я тебя одну не оставлю так что ты не переживай конечно немножко человек был был такой по итальянскими а джи тату немножко знаете как ну как не в своей тарелке это нормально вот но зато она рассказала где она работала раньше говорит почему она ушла брала пособие по безработице потому что в последнем месте где она работала какой-то ресторан или бар ресторан скорее всего что траттория по нашим а значит ее оставляли на кухне по 19 часов она горит я всего три часа спала 19 часов работала с 20 часовым контрактом в неделю то есть переработки шло дофига и больше зарплату получала как за 20 часов плюс говорит с таким народом работала что просто ее довели до принт инфарктного состояния она горит мое давление нормальное 90 на 60 горит я попала в больницу не горит было давление 300 так что такое вот с ней случилось а и после этого она естественно уволилась вот и работала у нее три собаки дома три кошки она занималась выводила чужих собак на прогулку работала немножко как бодан ты ухаживала за стариками но в общем она решила была на кухню больше не возвращаться она живет где-то в том районе где усилию есть второй бар и получается что она на завтраке ходила в тот бар и она сельве с нашим познакомилась года четыре назад там кофе выпить туда-сюда слово за слова понимаете и в процессе того что она видела селью она рассказала что она повар вот сильве когда узнал что она безработная вот как люди ищут работу предложил ей говорит а я хочу тут у себя в баре лазанью сделать то все она его научила делать то что он хотел и таким образом он ей предложил работу у нас поэтому эрики сказали двоим говорит зарплату платить не можем так что до понедельника ты оформляешь документы и ты идешь на отдых а роберта будет работать будем посмотреть как мы сработаемся сработаться то конечно сработаемся сегодня она была удивлена говорит у вас борис говорит посуду но это я говорю так этот борис говорю простоял все утро вытарок в баре до обеда был всего 180 евро это вообще ничего птица не пролетела человек не прошел в общем никто не прошу шоу не прошу шоу бар говорю не работает а увидишь как работает у нас сегодня тоже людей было не очень много мы вчера лучше отработали чем сегодня ну и тем не менее конечно ресторан работает увидишь сравнение пара и ресторана поэтому она говорит наверное потому что мост упал и говорю да нет почему же мост упал в баре стало меньше у нас стало больше народа нет потому что так работают ты это со временем сама поймешь я говорю даже ничего не хочу рассказывать у нас сегодня опять человечек на больничном заехала дали он и надо мне тоналочку не взять сейчас мы позвоним то эриксончик уходит заказала некоторую косметику так что прервемся на секундочку алюна умудрилась взять тестер как-то пробничек он большой тут надолго хватит аналочки погодка сегодня так и шепчет 15 градусов на улице теплый неимоверно что такие вот дела она говорит я уже думала я никогда в жизни больше не пойду работать не в столовую не в общем говорит сколько мне приходилось работать в таких местах и где столовые были очень большие говорит такие были люди сволочные столько себя говорит кишек мотали что говорит я просто говорит отказалась от таких работ но поговорив сильвию она решила все таки вернуться в это русло вот а чё так все спешно сделали потому что последний месяц у нее был безработицы когда мы берем человека по безработицы у нас меньше налоги поэтому надо было все это быстренько организовать оформить сейчас она тоже поехала еще какой-то там по документам непонятно куда в общем в общем бумажные дела не всегда есть всегда были есть и будут так кто тут кого пропускает так что ребятушки с понедельника эрик сончик анима я буду работать с робертой будем надеяться что у нас будет все хорошо чего и вам желаю аж сушки сучь сушнячок в горле хотела вам сказать я не знаю попала ли руберта в кадр я пыталась вам ее тихонько снять посмотрю дома буду монтировать видео потому что не будешь же направлять направлять на человека незнакомого камеру я так по-русски разговаривала когда снимала блюдо так вот мельком мельком у нас тут пропустит самый такой опасный поворот чтобы домой поехать впихиваемся называется так вот мост строим до мост строят щепки летят что ребятушки всем пока до завтра буду держать вас в курсе будут новые блюда естественно покажу завтра роберте скажу приготовить рыбу по-своему завтра эрика у меня утром по делам тоже по бумажным делам приедет на работу поздно я пока буду выезжать на работу пораньше потому что духовка одна работы как всегда через край людей хватает поэтому пока позиции свои не сдаю но и даю конечно свободу действия естественно контролируя процесс потому что у нас даже сегодня то что стоит стояло на плите на большом огне если бы не проконтролировано она уже попригорала это плитам надо привыкнуть ко всему надо папа поэтому вот так вот день полон эмоций всем пока ребятушки то завтра